Привет, друзья! Это последние новости с фронта. Сегодня я детально расскажу всю правду, потому что на Донбассе уже пошли котлы. Берут города, российские войска. Остров Змеиный передали Украине. Идет обмен, и в том числе даже азовцы попадают под обмен. И сегодня мы обо всем этом поговорим и детально со всем этим разберемся. А сейчас давайте обратим свое направление к Луганскому фронту, конкретно к Лисичанскому направлению, и посмотрим, что там происходит по карте. На Северодонецко-Лисичанском фронте бойцы батальона Кадырова заявляют, что они полностью взяли под свой контроль город Лисичанск. Это уже подтверждает российская военная сводка генерального штаба. Украинская сторона пока не подтверждает данных таких заявлений. Чеченцы и представители ЛДНР заявляют, что уже город Лисичанск в котле. Кольцо полностью закрыли, они уже в котле. Скорым временем, иншаллах, мы закончим то, что начали. Полностью закрыли их в котле Лисичанске. Как вы нам сказали, так мы и поступили. Мы скорым временем их там уничтожим. Иншаллах. Рахмад, сила Аллаху. Также есть еще заявление представителей ЛДНР и чеченских подразделений о том, что город Лисичанск уже полностью взят под контроль российских военных и ЛДНР. Все, видео пошло, пошло. Я тоже свою харю сниму. Данил, если честно! Хатвы! День победы! День победы! День победы! Но украинская сторона, как я уже говорил, говорит, что все это фейки. Арестович, заместитель главы офиса президента Ермака, он прямо оскорбляет Кадырова, оскорбляет чеченцев, говорит, что все это фейки, что никакой Лисичанск не взят. Давайте послушаем позицию вот этого вот карамельки Арестовича. Российская сторона в лице известного тиктокера утверждала, что они Севердонец взяли суток 45 назад. А с тех пор на это понадобилось полтора месяца. Суть не в этом. Нет в центре Лисичанска, они не взяли сейчас под контроль. Они на южных окраинах Лисичанска, там пытаются вести бои, попадают под раздачу наших войск. Там не в этом проблема. Проблема в том, что они, видимо, очень радостно переживают то, что удалось небольшим силам противника форсировать Северский Донецк с севера. Впервые за всю эту историю. И очутиться в Приволе. Приволе – это северо-западные окраины. Ну, как окраины. Спутник Лисичанска. Таким образом, ситуация стала действительно довольно угрожающей. Решится она в течение суток двое. Станет понятно, что там, к чему, куда и как. Это не первая опасная ситуация, в которой находится наша войска. Напоминаю, чтобы у золотого рекорда и была та же самая ситуация. И благополучно разрешилось. Ну, насколько. Ну, вот она позиция Люси Карамельки-Аристовича. Вы ее услышали. Она, в принципе, простая и понятная. Напишите, пожалуйста, в комментариях, как вы считаете, кто прав. Кадыровцы и Элденеровцы, они говорят правду. Либо правду говорит все-таки Арестович. Напишите ваше мнение в комментариях. Другая также очень интересная новость – это то, что российские войска отошли с острова Змеиный. Давайте разберемся по карте. Самым важным и самым значительным событием стало отступление российских вооруженных сил от острова Змеиный. Минобороне РФ назвали это шагом доброй воли. 30 июня в качестве шага доброй воли вооруженные силы Российской Федерации завершили выполнение поставленных задач на острове Змеиный и вывели находившийся там гарнизон. И много кто в комментариях недоумевает, не понимает, почему российская сторона оставила остров Змеиный, почему его передали Украине, как так произошло. Официальный ответ от Министерства обороны РФ от Канашенкова, что это акт доброй воли многих не устраивает. Но логически, если прикинуть, ну смотрите, остров Змеиный – это остров, который очень удобен для артиллерийских обстрелов. И когда там находилась российская сторона, то она терпела артиллерийские обстрелы. И спрятаться там, по сути, некуда. Ну разве что, закопаться под землю, но это тоже дело не одного дня и это нецелесообразно. То есть, если бы все побережье Черного моря было бы взято под контроль российской стороной, то, конечно, обстрелы Змеиного были бы, скорее всего, исключены. То есть, возможно, первостепенные планы, когда осуществлялся захват под контроль Российской Федерации острова Змеиный, скорее всего, тогда планировалась, как бы и Николаевскую, и Одесскую область, в планах было, что она будет уже находиться под контролем российской стороны. Возможно, что-то пошло не так, еще как-то. Но дело в том, что туда зашла украинская сторона, и теперь она точно так же подвергается артиллерийским обстрелам. То есть, скорее всего, все закончится с этим островом Змеиным, что его просто оставят как какую-то буферную зону, и он будет пустым стоять. То есть, туда заходишь, приходишь, подвергаешься артиллерийскому обстрелу, и спрятаться, по сути, некуда. Скорее всего, именно из-за этого его оставила российская сторона. Ну, давайте теперь детально разберемся, что происходит в целом по всей линии фронта. Давайте на карте сейчас, за последние дни, что произошло, разберем все в деталях. На Харьковском фронте продвижение с обоих сторон не отмечалось. Ведется контрбатарейная борьба рядом с приграничными пунктами. На Славянском участке фронта силы ДНР ведут наступательные действия в направлении города Славянска. Украинские войска занимают подготовленные рубежи обороны. На Лисичанском фронте наступательные действия ведутся от Волчаяровки по направлению к Малорязанцево с выходом на западные окраины Лисичанска. Также российские войска продвигаются к поселку Лисичанский от недавно занятого одноименного НПЗ на окраинах города. В направлении Северска российские войска ведут наступление. На Донецком фронте идет активизация боевых действий в районе Угледара. По южному флангу без особых перемен. Согласно российской официальной позиции, сегодня польские наемники, воюющие на стороне ВСУ, попытались прорвать оборонительные рубежи в районе Николаева, но были практически в полном составе уничтожены российским спецназом. Но украинские официальные лица говорят, что это неправда. Кому верить, решайте сами. Также наносится бесперебойный артиллерийский огонь по скоплениям живой силы ВСУ и по огневым позициям и средствам военного флота Украины. Наносится этот огонь силами российской артиллерии высокоточного оружия и по сути по всей линии фронта. Очень больно. Больно, когда один народ, когда люди православные, когда люди одних ценностей, одной веры, религии, одной крови, друг на друга поднимают оружие. Когда православный стреляет в православного. Господь нас всех испытывает. Знаете, а возможно наказывает нас за наши грехи. Дай Бог, чтобы это все закончилось, чтобы было как можно меньше жертв. Дай вам Бог всем здоровья, вашим детям, всем, кто сейчас там на поле брани находится, всем, кто сейчас в тылу находится, всем, кто терпит лишения из-за этих боевых действий. Все это больно. Кому все это выгодно? Задайте себе вопрос. Подумайте головой. В своих роликах, которые касаются сводок с фронтов, я их снимаю с максимально нейтральной стороны. Я беру и украинские, и российские, и со стороны ЛДНР, и с западной стороны информацию. И в непрепередренном виде даю ее, как она есть. Для того, чтобы вы могли сами анализировать и выводить свое мнение на основе разнообразных источников. Я не веду никакой пропаганды. Вот именно в сводках я всегда стараюсь быть максимально объективным. Но я все-таки задам вопрос. Подумайте своей головой, друзья, кому все это выгодно? Кто на этом всем зарабатывает? И больно на самом деле за все это брать. Очень больно. Дай вам Бог всем здоровья. На сегодня все. Нажимайте палец вверх. Подписывайтесь на канал. Нажимайте колокольчик. И вкладочку все, чтобы вам приходили все оповещения с моего канала. До встречи, друзья. До встречи, друзья.